Здарова! Многие игроки, только начавшие играть на WoW Sirus, при старте сталкиваются с рядом трудностей и вопросов. Как вы уже догадались по названию видео, это видео будет вам служить как путеводитель. Как? С чего начинать? Я разобью абсолютно все вопросы по пунктам, которые могут появиться по мере количества затрачиваемого вами времени на игру. У микрофона и расик, и мы начинаем. Давайте сразу посмотрим на все пункты, о которых мы поговорим в этом видео. А стоит ли играть в WoW? Выбор Sirus, почему именно он? Реферальная ссылка, не сразу работающий лаунчер, выбор сервера, классы и расы, как качаться на определенных уровнях, что же делать все-таки на максимальном уровне, нужно ли искать гильдию, выбирать ПВЕ или ПВП, какой же актуальный контент есть и то и. Итак, после просмотра всех пунктов, давайте все-таки начнем с вопроса. А нужно ли вам вообще играть на WoW Sirus? И вопрос действительно именно так и ставился. Много людей у меня спрашивают, стоит ли и так далее. Давайте говорить с точки зрения ваших желаний. Если оно у вас есть, то лучше попробуйте начать играть прямо сейчас. Вот на примере, сегодня вы хотите поесть мороженое, завтра вы хотите поесть конфет. И знаете, что вы выберете? Это вопрос уже лично к вам. Я не знаю, нужно ли вам это, но если есть желание, почему бы и нет, тем более я напомню, что это пиратский сервер, а значит вы не заплатите за удовольствие ни копейки. А теперь решим о выборе именно вашего Sirusa, чем же он отличается от других личкинг серверов, почему бы не пойти на тот же WoW Circle. Сравнивать вообще Circle и Sirus очень сложно, я бы сказал невозможно, так как оба этих пиратских гиганта делают немного разные вещи. Но я все же думаю, опустим все-таки Circle, так как у нас тут видео про Sirus. Sirus уникальный проект, со своими приколами, здесь вы увидите не только ребуты, а еще и... Кхм... Не тот сценарий. Sirus выступает как создатель своего контента, на базе версии игры 3.3.5.а Лич Кинга. Проще говоря, база игры Лич Кинг, но это не все. Разработчики постарались и переработали Burning Crusade контент под максимальный уровень. На нем вы сможете ходить в рейды по типу Крепость Буль, Око, Змейные Светилища, Каражан и другие БК рейды. И даже Подземелья на 5 человек, и насладитесь сразу несколькими аддонами WoW. На этом, кстати, не все. В игре присутствуют свои расы, взятые из официального WoW. Добавлена третья фракция, враждующая со всеми, как с Альянсом, с Ордой, так еще и враг для самого себя же. Ренегаты, эдакие отшельники и многое другое есть на sirus.su, что я бы посоветовал прочитать по ссылке в описании. Уделю немного внимания реферальной ссылке. Если собираетесь регистрироваться в игре, то у вас тут два пути. Если у вас есть друг, с которым вы будете качаться, то берите его ссылку. Если у вас нет друзей, прям как у меня, берите мою ссылку, и мы будем друзьями. На самом деле, рефералку чаще используют как способ получить дополнительного маунта. Коня, на котором вы будете ездить. Бонус я получу только, когда вы докачаетесь до 80 левела и выполните требования серра. И я, и вы получите награду. Требования серра x2, получить пятую категорию. Требования серра x4, выполнить 60 ежедневных заданий. Итак, с рефералкой разобрались. А теперь к лаунчеру приступим. В этом моменте я не буду многословлен. Как я знаю, вы на форум пойти пожаловаться не сможете. На то, что у вас не работает лаунчер. Без созданного персонажа в игре. Так что у вас несколько вариантов развития событий. Лично искать, в чем может быть ваша проблема. Либо дозвониться в лсдискорда до разрабов, писать стримерам, чтобы написали тему за вас и так далее. Ну, либо еще круче. Никому не писать, а просто посчитать в разделе с лаунчером. Поискать тему и найти именно вашу проблему. Ну что ж. Раз вы все-таки смогли дойти до выбора серра. То на момент записи видео есть 4 серра. Из которых только на 2 играют активно люди. Это x2 скорч. И x4 алгалон. Эдакий колгон. Выбор ваш ляжет именно на алгалон. И x4. Так как серр новый и в нем не открыта еще львиная часть контента. А значит вы не будете долго догонять других. Вы хотите быть плюс-минус наравне с остальными? Играть большую степень пвп? Ну и без пвп контента тут тоже не разобраться. Если вы хотите пвп-шить, либо пвп-шить. Но с теми условиями, что вы можете догнать других ребят без львания доната в игру. То добро пожаловать на алгалон. Есть еще один выбор. Сервер x2. На него вы можете залететь. Но желательно, чтобы у вас была денюжка на покупку быстрого старта. Который вам поможет увеличить количество контента, который вы увидите. Но знаете. Если вы не собираетесь очень много вливать, вы уже никогда, скорее всего, не догоните топов этого сервера. Почему же вы спросите? На сервере x2 введена система категорий. Это так называемая крутость вашего персонажа. Чем лучше категория у вас, тем больше контента вам открыто. И в придачу. Повышаются попросту характеристики вашего персонажа. То есть, помимо того, что из-за категорий вы ограничены в контенте, которые можете закрыть на данный момент. Вы еще и обделены дополнительными характеристиками. Которые собираются уж очень долго. Плюсом к этому коктейлю фейерверков приколов, есть еще легендарные камни. Так называемые черные бриллианты. Которые стоят по 10 тысяч рублей в магазине. Которые дают почти в два раза больше характеристик, нежели лучшие камни. Которые вы можете купить за игровую валюту. В общем, я думаю, дальше нет смысла продолжать. Почему вы не сможете стать лучшим на x2 сервере. Как я уже и сказал, этот сервер выбирается только в случае того, что вы хотите увидеть весь актуальный контент Сируса. Так как открыто на x2 явно больше подземелий и рейдов. Ну что ж. После того, как я вам доказал, что ваш выбор этот сервер x4 алгалон. Я надеюсь, вы его выбрали. Так как объяснять я буду, что делать дальше именно для этого сервера. В первую очередь мы подумаем о выборе класса Сирас. Если вы уже играли в ВОВ и имеете примерное понятие о том, чем вы будете заниматься. Скорее всего, а именно фарм, голды, какой персонаж выдает больше урона, кто лучше для пвп, пве, хилды, танки и прочая лабуда. Если вас будет интересовать, то я считаю, что вы можете позаходить на слимы, да поспрашивать разных игроков. Вы найдете, что делать. Все-таки я для новичков это видео делаю, а значит у нас не будет выбора класса по вашему желанию и хотению, так как персонажа я уже выберу за вас. И это будет в 99% случаев именно паладин. Совсем не обязательно делать его основным персонажем. Однако я его выбрал первым, заходя в будущее. Вы столкнетесь с проблемой нехватки золота. Он будет вам очень полезным помощником. Насчет расы, если есть предпочтение, вы можете выбирать все что угодно, что вам понравится на внешность, либо же на способности. Я думаю, вы заметите, что есть две расы, которые недоступны, так называемые черные игроки. Нужно разблокировать. Чтобы их получить, вам нужно прокачать с выбранной расой репутацию. Как вы догадались, занимает это около месяца. Так вот, о чем я вообще. Для паладинов лучшим выбором будет эльф бездны, однако репутацию придется прокачивать с ним. Немного поясню. Есть ли фракции? Орда, Альянс и Ренегаты. И прокачать репутацию с расой вы сможете только находясь в той фракции, чей считается эта раса. По типу, качать репутацию с эльфами бездны, будучи за Альянс. Либо же с начнерожденными за Орду. Пандорены и Вольперы не считаются фракцией Ренегатов. Они делают выбор, какой фракции хотят принадлежать, только после выполнения начальной квестовой цепочки. Если же вы начнете играть за Альянс, то посоветую вам выбрать Воргена. Либо если вы начали за Орду, Таурена. Мои подсказки насчет расы могут поменяться, так как Сирус планирует глобальное обновление, в котором будут переработаны способности и пассивки всех рас. Так что все возможно. Итак, вы все-таки разобрались с созданием персонажа и уже вошли в игровой мир. Что же мы делаем дальше? В первую очередь, вам нужно прокачиваться до 15 уровня. Чтобы качаться быстрее, я бы вам посоветовал для более быстрой прокачки, первое, получить премиум, второе, купить банки на опыт, и третье, не отлаживать прокачку, если сервер перезагрузился недавно, так как прокачка увеличивается на 100%, на 1 час времени. Все эти моменты я бы посоветовал вам использовать, дабы не тратить больше времени на саму прокачку. Чтобы получить премиум, вам понадобится зайти в личный кабинет Сируса и найти вкладку с голосованием. А там уже все понятно. Писываем название в учетной записи, не никнейм вашего персонажа, а логин, с которого вы заходите в игру. И после голосования, у вас через 20-30 минут появится премиум, который увеличивает получаемый вами опыт на 50%, а количество получаемого золота на 30%. Голосовать можно каждый день, и голоса эти копятся. Зайдите во вкладку магазина и найдите валюту голосования. С помощью нее вы уже можете купить себе банки для ускоренной прокачки. Что бы я вам посоветовал во время прокачки до 15 уровня? Открывать все сундуки, убивать побольше мобов категории гуманоид, так как с них падает всякая ткань, камушки и прочая билиберда, которую вы можете продать на аукционе. А также, получить свое первое золото. Так что я бы посоветовал весь мусор такого типа держать в инвентаре, и уровню к 15 пойти в столицу, город, Штарград или Аргримар, в зависимости от того, за какую фракцию вы играете. Обязательно могу посоветовать вам аддон Аукционатор. Пойдите посмотрите на ютубе, как им пользоваться. У меня есть отдельное видео по этому аддону, по ссылке в описании. Можете глянуть и скачать его себе. Дальше сканируйте полностью аукцион. Делать это лучше во время, когда собираетесь сделать перерыв на полчасика. Может больше. Делаться это будет для того, чтобы узнать все цены предметов на аукционе. Но скан делать не обязательно, так как при продаже предмета вы и так видите цену самого предмета. К чему вообще это за пара с голдой на низком уровне? Согласитесь, с золотом будет намного проще прокачиваться. Особенно если хочешь сам всего добиваться, а не сидеть в Штарграде и спамить в белый чат. Дайте 50 голды новичку. А если захотите по максимуму разобраться с голдой, могу вам посоветовать выбрать профессии. Горное дело, травничество и снятие шкур. С помощью которых вы сможете зарабатывать себе первое золото намного проще. Кстати, насчет трат. Я бы так же посоветовал поискать на аукционе на первые 100 золота, купил бы себе 4 хороших сумки. Сойдут сумки из ткани пустоты, а если у вас заваляется около 500 голды, то можете брать смело сумки из ледяной ткани. Так вот, с голдой мы уже разобрались, и мы едем дальше. Что же делать и как дальше качаться? Я бы на вашем месте ходил бы в подземелье, вкладка, которая открывается с 15 уровня, и ходил бы в них прямо до 58. Качался бы я в специализации воздаяния, если выбрали класс паладина, то при этом не совсем обязательно быть только ролью ДД, нанесением урона. Так как на аддоне Лич Кинга другой баланс игры, то вполне спокойно можно быть как танком, как хилом, так и ДД при прокачке. Главное носите с собой еду, воду, чтобы вовремя пополнять запасы здоровья и маны. В общем, я считаю, что с уровнями с 1 по 58 мы разобрались. Но куда же идти дальше? Регать так же инсты я бы уже не советовал, так как они уже дают не так много опыта. На этом этапе я бы советовал идти делать квесты в запределе. Попасть туда не так сложно. Можно, кстати, туда попасть с любого города, но я покажу лишь как попасть туда со столиц. Так, где находится портал в запределе, в Штормграде показываю. Мы едем в квартал магов с торгового квартала. Вот по этому моему сону пресекаемся, проезжаем квартал магов. Вот здесь в эту башню мы поднимаемся, естественно. Вот мы уже, в принципе, поднялись. И нажимаем, естественно, на портал сам. Все. Так, ну и вот показываю, где находится портал в запределе в Аргемаре. Доходим мы до Алии Духов, получается. Как-то сюда поднимаемся. Вот прямо отсюда. Едем, едем сюда. Идем, в принципе. Вот, заезжаем через это здание, естественно. Бежим наверх на второй этаж. И там уже вверху будет как раз таки портал также в запределе. Мы, давай, телепортируемся. И, в принципе, так же делаем квестики. Сразу после телепортации вы увидите большой зеленый портал и перед ним несколько мобов. У одного из которых будет квестовая цепочка как раз таки для прокачки в запределе. Вы ее берете и действуете дальше по этой цепочке. Читайте квесты, если чего-то сразу не понимаете. И смотрите на задания, отмеченные на карте. На 66 уровне, если у вас есть полетка, я бы посоветовал отправиться на арену на Гранда, дабы быстрее прокачать себе несколько уровней. Отправляться туда желательно в пати из 5 человек, таких же как и вы. Либо найдите в общем чате 80 левела игрока, который вам поможет быстро пройти этот момент. После того, как вы все-таки докачались до 68 уровня, вы можете возвращаться спокойно обратно в столицу, так как дальше вам понадобится попасть в Нарадскол. Другой континент в Азероте. Попасть вы на него сможете на корабле Спарта в Штонграде, либо на Дирижабле с Дуратара. Так, сейчас вы узнаете, как попасть с Аргримара на Нарадскол. Показываю вам. Выходите с Аргримара. Вот, вход от Аргримара. Идете сразу направо, как только выходите от него. Идете-идете вот сюда вот, в эту как раз-таки башенку. Вот, вы все видите. Обязательно удостоверитесь на 100%, куда вы летите. Нажимаете на Гоблина. И смотрите. Вот, он пишет. Вы летите в Борисскую тундру. Вот, Борисская тундра. Это у нас Нарадскол. Правильно? Правильно. Все, вы садитесь на Дирижабль. И ждете примерно около нескольких минут. И вы полетите как раз-таки в Борисскую тундру. А также, как попасть на Альянс Нордскол. Мы бежим в Штарграде в порт. Находится он примерно здесь. Вот, и сюда спрыгиваете. Дети-идети вот сюда вот. И видите, самый последний корабль. На самый последний корабль мы, естественно, садимся. И он нас везет как раз-таки в Борисскую тундру. Добегаем до него. Вот так он выглядит. Орел. И ждем. При прибытии в этот самый Нарадскол, вы увидите на миникарте квест. Идете все так же к нему. Берете и делаете все квесты, которые вам нравятся, до 74 уровня. После получения 74, мы идем в Зулдрак. Не обязательно. Вы можете докачать 80 уровень и в Бореке. Но если хотите получать больше опыта за прохождение квестов, идите все же туда. В Зулдраке бежим ко всем руководителям полетов на карте. Берем там везде квесты и кащаемся. На 75 плюс уровне вы можете пойти на такую же арену Зулдрака, как и в Награнде. И также попробуйте захватить с собой желательно одного или двух персонажей максимального уровня, которые вам помогут. Кстати, за прохождение арены Зулдрака, вам дадут очень хорошее оружие, 175 итем левела, которое вам поможет в дальнейшем на 80 уровне. При достижении 77 уровня, я бы вам посоветовал телепортироваться в Даларан. Сделать это можно двумя способами. Один из которых открывается на 70 уровне, в любой из таверн появится квест в NPC, который даст вам кольцо. И вы сможете телепортироваться в Даларан с любой таверной Нарадскола. Квест не советую сдавать, так как в будущем с помощью этого квеста вы сможете постоянно телепортироваться в Даларан, если камень будет на кд. Если не поняли, что за квест, ищем мага в городе и просим поставить портал в Даларан. С Даларана мы телепортируемся в локацию ниже и бежим прямо в грозовую гряду. Делаем мы это, чтобы получить маунта для полетов на Расколе. Но если у вас есть на 77 уровне 1000 золотых, то прямо в Даларане мы ищем NPC на площадке краса и обучаемся. Однако я бы посоветовал оставить золото на 80 уровень, так как оно вам понадобится в дальнейшем. Так что все же, идем в грозовую гряду, там выберете NPC маунта, на котором вы будете летать в следующее время. А дальше летите уже делать квесты. Ну и теперь самое интересное. Если хотите прокачаться там, где все обычно качаются, на таких уровнях, можете полететь в Незинуша Азар. Если хотите вложиться в будущее, сразу для 80 уровня, можете сделать квестовую цепочку для сынов Хадира. Как раз делается в этой локации грозовые гряды. Либо квестовую цепочку на рыцарей черного клинка. Что одну, что другую лучше сделать. Найдете информацию о них, естественно, в интернете. Где брать и так далее, я думаю, вы сами справитесь. А если не справитесь, пишем гайд на гугл от Яросеркви и смотрим видео. Итак, я думаю, что если вы пошли делать одну из сыпочек, вы скорее всего апнули 80 уровень. И вы не понимаете, что же делать все-таки на максимальном уровне. С чего начинать и вообще, как быть дальше. Так как регать вы подземелья героические не сможете из-за недостатка силы уровня предметов. И БГ регать также вы не сможете. Я вам посоветую одеться в 180 уровень предметов с помощью аукциона. Это самый быстрый способ. Тут нам и поможет наша голда, которую мы так отчаянно копили. Идем на аукцион и покупаем вещи высокого уровня предмета. Желательно смотрите цены предметов. И не покупайте ничего свыше 300 голды. Рассчитайте бюджет свой так, чтобы вам хватило на поднятие уровня предметов. Если же золота у вас нет, то посоветую открыть плейлист с гайдами для фарма, который находится у меня на канале. И тот гайд, который вам больше понравится, начать фармить. Только не спутайте гайды катаклизм локаций и личкинга. Посоветовал бы гайд из своих, в котором написан фарм поврежденных ожерельей, либо фарм темного лабиринта. Что же делать, если на аукционе нет предмета, который нам нужен для поднятия уровня предметов. Обычно это тринкеты, аксессуары, либо манускрипты, идолы и прочее барахло. Тринкеты 174 уровня вы можете получить за прохождение квестовых цепочек. Черного клинка и серебряного авангарда. А вот манускрипт 128 уровня можно купить в шатрате за 360 золотых. Я считаю, что вопрос с золотом и поднятием итем левела мы решили. Однако, что же делать дальше? После поднятия 180 итем левела, я бы посоветовал вам поднять 200 уровень предметов, ходя в героические подземелья личкинг. Попутно фармя очки доблести. Если захотите заниматься пве контентом, ищите гильдию. Либо ходите с пугами, рандомными людьми в рейды. Но смотрите, чтобы вас не кинули на шмотки. Советую вам спрашивать про анроллы заранее у РЛа, в личное сообщение. И делать скриншоты про то, какие вещи он будет забирать или ставить на ролл. В будущем, если вас попробуют кинуть, вы сможете пожаловаться на человека. Главное, чтобы были оглашены перед рейдом условия распределения. А если вы собираетесь идти в пвп, то могу посоветовать со 187 итем левела уже начать регать бг, и поднимать себе рейтинг поля боя, для того, чтобы повысить недельный лимит очков чести, а также получить возможность покупать шмотки уровнем выше. Если вы досмотрели до этого момента, то много чего начали понимать. Но вот вопрос. Нужно ли пве, если вы собираетесь играть в пвп? Вообще, в зависимости от того, насколько сильно вы собираетесь играть в пвп, вам могут единственное, что понадобится из пве, это разве что пушки, которые очень много стоят за очки чести, либо очки арены. Если вы играете абсолютно без доната, и даже не покупаете себе боевой пропуск, то скорее всего вы не получите нормальное оружие для пвп, поэтому из пве обычно достаются пушки. А уже используются они в пвп. Какой же контент в пве есть на сервере, их 4? Это такая начальная четверка рейда флешкинга, как Наксрамас, Апсидиановое Светилище, Склеп Раковона и Око Вечности, а также открыт Ульдуар. Однако на днях есть информация, что откроется испытание крестоноса и БК контент, поэтому все может поменяться. Итоги. Я объяснил вам, стоит ли залетать именно на WoW Sirius, чем начать играть для большей простоты и дальнейшей несложности игры. Что лучше делать на уровнях, где фармить первое золото, помимо жалкого спама в белый чат. Пояснил, как одеться на 80 уровне и чем в принципе заниматься. Дальнейшие действия зависят от вас, так как я объяснил, как бы я делал, отталкиваясь от того, что я знаю о самом сервере в принципе. Я вам желаю приятной игры на WoW Sirius, поменьше горения и конечно же залетайте ко мне на сливы. Они проходят каждый день. Если у вас будут какие-то вопросы, я вам конечно же отвечу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео вам было хоть чем-то полезно. И до новых встреч, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!